да андрей можно кстати выступить ну да представить коротко кто меня скорее всего мало кто здесь 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 на этом чате я в другом чате достаточно давно вот но вообще одним из первых скажем подключился к обсуждению все эти темы про сейчас уже как бы интерес упал просто много говорящих голов стало и соответственно раньше просто их было меньше намного приходилось заменять вот поэтому что хочу сказать как не знаю представлюсь я как действующий арбитражный управляющий веду свою юридическую практику вот и свой анализ юридической деятельности в том числе этой компании все вам помнивать изгод и гермес и все остальное и тем более кооператива сделал еще далеком 2018 году когда у меня первым ну скажем как раз мои друзья хорошие в то время зашли в эту компанию были такие воодушевлены постоянно меня приглашали на все их вот эти вот рбс и на которые я ни разу естественно не поехал вот ну и собственно где тоже просили типа что ты думаешь там какие у тебя но есть там мысли по этому поводу что я им прямо в принципе тогда уже все и сказал что я об этом обо всем думаю и очень было как раз таки показательно как вообще вот эти события с кооперативом развивались я собственно ну когда изучал это все тоже у меня был ряд вопросов почему выбрали форму жилищного кооператива на одну в самом начале до его производства и как он вообще работал потому что когда я первой презентации слышал от своих друзей ну так который они там не пропроводили они очень часто применяют использовали или скажем сравнивали деятельности жека который была форма да именно жека на cfz 215 который относился к жилищным накопительным кооперативом может быть кто-то помнит даже такие презентации тогда я тоже стал вопросы задавать так если вы называете джека почему как бы вы сравниваете себя с жнк каким вы собственно и не являетесь изначально потом даже это по-моему и в уставе было прописано я сравнивал устав же как раз жека со статьями жнк и там очень много было пересечений даже абзацами просто было скопировано из жнк и самое что он и потом как я начал прослеживать в целом какая-то вся вот это длилась деятельность даже к потом я общался с забыл которая выступала у нас с адвокатом про на ю тубе известный был ролик который защищал это такую фамилию что забыл напомните пожалуйста андрей анарова вот-вот да да все верно я с ней лично тоже общался но как бы лично имеют не при встрече а в переписках вот я ну тоже так скажем задавал наводящие вопросы потому что я примерно представлял что происходило внутри самой компании она так и была максимально приближенной какой-то степени тоже как она выражалась я была одна из основоположником так скажем движение именно кооператива же как бы бы ствей в том числе вот я и задавал наводящий вопрос игру ну а так почему бы жека быстро изначально не совсем правильно и корректно работал с точки зрения закона какая мысль последовала я дословно сейчас не переведу потому что диалог был достаточно давно она сказала что вообще в целом ну как бы все работало но при этом как раз почему использовалась силы справедливой россии в честь его ну в частности так скажем освещение деятельности да то что они там как-то поддерживали это кооперативное движение так как они через них хотели пролоббировать как раз таки внесение изменений в закон собственно в части в той как раз таки почему на кооператив работал с нарушением закона но они хотели это нарушение устранить путем внесения изменений в действующее законодательство то есть не поменять форму да на как бы полагающиеся в то время как они начинали и продолжали работать да в частности на жнк они просто хотели изменить жк то есть их жк сделать по сути тоже второй жнк что само собой не по по сути и у них не получилось сделать может быть видели даже эти там тоже конференции это по-моему была конференция не помню 19 или 20 году собиралась тоже на площадке интерфакса насколько я помню или коммерсанта где как раз таки присутствовали депутаты справедливой россии где как раз таки там тоже поднимался круглый стол по вопросу жилищной кооперации как у нас в стране там развивается какие изменения необходимо внести там и так далее вот это как раз тогда все и было предметом обсуждения еще тогда и хотели как раз с помощью вот этих средств массовой информации в том числе да привлечь дополнительное внимание чтобы якобы была поддержка людей чтобы люди говорили да нам это надо да мы это хотим собственно пайщики подключались какой-то степени да там и так далее эти вот как раз таки ну какие-то такие движения были мимолетные но как оказалось особо никому этого дальше двигать и и не хотелось видимо и возможно просто сразу ну поменяли вектор направления потому что поняли уперлись в тему на самом деле вот и все кто мне тогда еще говорил и продолжает в это верить но не может джек а работать как же инка просто не может по определению закона тогда бы у нас не было бы столько на различных ну непосредственно да там жилищных кооперативов и форм его тогда было просто один там пока и все ну какой сейчас они как лиц работают как пока пока да тоже что не является законной работы но тогда зачем это все было изначально вот ну как говорится а по сути сделали сам начал неправильно хотели из неправильно сделать правильно через воздума но не получилось ли фартанула пришлось что-то делать и она тогда это же не подтвердил я говорю а почему резко поменяли на пока она сказала что ну скажем люди которые имели отношение к властным структурам намекнули типа давайте быстренько приводите уставную деятельность в законную они ничего другого не придумывали как перейти в скажем в поле работы да как потребительский кооператив но опять же столкнулись потом с тем что по закону жк не может преобразоваться потребительский кооператив от слова совсем никак и опять же приплыли ко второму моменту о котором тоже многие говорят но пока ничего собственно не слышно руководство пока в том числе почему предписание прокуратуры которые все видели да и многие как бы смеются в отношении это это этой бумажки потому что ничего якобы не происходит за столько времени я ну собственно она была ну то есть факт того что она была никто не отрицает просто нет результатов это да я согласен хотелось бы увидеть как в этом отношении руководство действующего потребительского кооператива выставляет решает вопросы с прокуратуры потому что иного способа как решить вопрос с работой кооператива это вернуться обратно в жк в текущей ситуации точно нет но даже если они вернутся в жк что изначально и приведет их опять же к тому что они с чего все начиналось то есть по сути некорректной работе как жилищный кооператив вот а жилищная форма кооперации именно как жк ну здесь удобная вариация потому что они очень долго уходили от контроля центрального банка то есть это по сути ну такой был опять же ход я я думаю сразу же продуманный стратегически потому что ну не может жмк долго находиться без контроля он состоит в реестре цб и там постоянная отчетность постоянный контроль движение денежных средств поэтому там контроль тотальный постоянный здесь только раз год там условно день финансовая отчетность а финансовая отчетность ну условно она такая то есть это как и любой другой ложку да то есть там можно цифра не рисовать а по факту хозяйственная деятельность там да и деньги по счетам там абсолютно разных других направлений могут уходить и это только камеральная проверка проверить и увидит эти несоответствия с чем собственно потом сталкиваются как говорится эти компании потому что их потом налогу начинает банкротить условно вот поэтому здесь вопросы как бы изначально кто задоевал себе возможно или другим почему вот так вот все произошло ну потому что изначально все строилось но ну такой на полуправде я бы сказал то есть до пытались преподнести как что-то легальное оказалось полу легально мы не говорили в открыто об этом пытались это устранить через госдуму что тоже не получилось мы собственно пришли к чему пришли вот я вот ну как бы убежден поэтому если есть вопросы тоже задавайте могу что-то сказать что я за это время тоже узнал принципе дополнительно что-то еще есть могу сказать но пока пока все да спасибо вадим за информацию принципе а вот когда делали анализ 2018 году вот можно еще раз именно с юридической точки зрения я так понял вы за все эти годы сколько вас не убеждали не уговаривали значит ну решили в эти темы не заходить ни в кооператив там не в гермес и так далее то есть вот соответственно ну можете результаты анализа сделать ваше резюме да смотри по поводу гермес я сразу сказал что но это однозначно пирамида и то есть как бы даже не вижу смысла туда заходить по поводу кооператива ну я не был таким горящим для них клиентом потому что я как раз за год до этого всего купил себе квартиру в ипотеку вот и соответственно мне не стояло как остро жилищный вопрос но ради того чтобы друзьям в какой-то степени глаза глаза открыть я одна и начал это все изучать вот но в частности как многие опять же не знаю там начитавшись в интернете или еще что-то говоря о том что что не запрещено то разрешено ну наверное все это помнят да часто это применяли якобы что вот можно покупать квартиру везде можно соответственно там говорится да в любом доме как это происходило по факту вот но жилищный кодекс четко прописывает что можно и что должен делать кооператив в рамках деятельности своей хозяйственной все что там не написано то есть то что там не разрешено тот остальное получается запрещено то есть если мы говорим выборочно как это применяется многие тоже там с кем я вступал в полемику многие говорят ой вы типа ну как говорится неправильно опять же толкуете норму права я говорю ну так если вы считаете что норму права в частности за к законам имеет тоже какое-то выборочное толкование то есть ну вот как кооперативу можно да вот так вот делать а игру вот а давайте тогда подумаем вот ну там совсем просто какие-то бредовые идеи вот как который в голову приходит например да там не знаю вот лягушка да там она прыгает она квакает условно да я говорю энциклопедии написано что это лягушка я думал нет а почему это лягушку говорю а может быть это не знаю там рыба ну то есть есть какие-то квалифицирующие признаки того или иного действия того или ного там событие того или нового хозяйственного субъекта если эти признаки исчерпывающие описаны в законе все все что кроме этих признаков пытается сделать на то или иное там общество условно да или там такое движение оно не уже не соответствует нормам то этого закона которого для которого собственно но и создавалась это как раз таки ну основной ключевой как в известной поговорке если она летает как утка крякает как уткой движется как утка наверное это и есть утка очень хочется то можно но нас везде сплошные нарушения во всем если так копнуть экономику да дело в том что как раз таки это использовалось вот ну как типа ну работает же значит значит можно ну то есть как у нас на руси принято да ну то есть пока никто не видит но я под шумок могу себе это позволить пока вас за руку возьмут но там уже буду решать буду буду выкручиваться вот а пока это работает никто меня не замечает вот я буду там таскать что-то там дали за пазуху условно через проходную это везде так работает я согласен что у нас целом когда страна вот такая вот полный хаос на каждом месте можно найти кучу кучу несоответствии там законам и так далее но когда здесь стягиваются люди их там уже да там сотни тысяч на но в кооперативе частности 20 тысяч там пайщиков условно и это завязано на деньги но зная заранее к чему это все приведет ну мне кажется здесь нельзя как-то иначе это все трактовать по моему это изначально ну как бы по сути сделано было криво косо но а бы как бы лишь бы сделать ну не знаю насколько это честно спаслил эмоциональный такой позитивный в плане вот приобретение жилья что вот наконец-таки люди могут приобретать как-то не иначе же даже же решать жилищный вопрос да даже я помню в четырнадцатом году в кооперативе даже какой-то подмосковью там по моему прокурор короче тоже переоформлял то ли ипотеку в этот кооператив это мне тоже запомнилось почему-то тоже таким образом а решал жилищный вопрос а почему нет или они думали в процессе вот эти все вопросы решить до на законодательном уровне ну что и столкнулись чем вот сейчас и решают этого в правовом поле все правильно столкнулись именно с тем что у них не получилось это протащить вот потому что но опять же если мы говорим про даже даже не нельзя ну там не беря в расчет там никакой деятельности вместо не вот нам условную не вот в целом а просто кооператив вот как он есть текущем состоянии но не зря у нас в любом абсолютно жилищном кооперативе будь он пока будь он жк там условно вот текущая деятельность да вот который подозревает именно под деятельность именно жилищных кооперативов да то есть которые строят там или покупают дома то есть там всегда ограниченное количество пайщиков ограничено почему ну потому что чем больше пайщиков тем нужно кратно больше людей чтобы обеспечивать очередь и собственно как раз я тоже когда изучал я тоже примеры приводил своим друзьям я говорю ну вот представьте да ну вот условно да вот для чего тогда вообще вводилась законодательно какое-либо ограничение по количеству людей если вы говорите что да можно хоть всю страну подключить ну то есть это как ммм то есть да вот когда все будут расплачиваться фантиками ммм тогда у нас круг замкнется как говорил мавроди тогда у нас будет собственное государство со собственной валютой собственно что примерно ну вот как бы мне тоже транслировали только уже немножко на уровне то скажем того же самого быстрее быстрее то уж все хотят покупать квартиры бесплатно игру ну не бывает на презентации говорили что даже не привлекая людей кооператив сможет расплачиваться спальщиками каким образом то есть на целевом счете на каплю ну кто-то взносы делает да еще там денежная ну кто-то возвращает уже за приобретенное жилье денежки да вот таким образом даже очередникам можно выплачивать возвратные деньги даже не привлекая новых пайщиков вот так это да да юрий и мысли я понял и это как бы красиво преподносилось но только почему-то мало кто пытался на на практику это применить то есть посчитать в реале сколько последний человек который ставший да там последним программным пайщиком после которого круг замкнулся сколько он будет получать свою квартиру есть расчеты арифметика и это больше десяти лет какой нормальный человек будет ждать 10 лет чтобы сам за свою квартиру там долго долго просто потихонечку выплачиваться хорошо вадим вот я вас слушаю я не юрист я сейчас открыл в википедии определение жилищный накопительный кооператив который как вы говорите работает под контролем центра банка читаю членами жилищного накопительного кооператива так могут быть только граждане это понятно он создается по инициативе не мере не менее чем 50 человек и не более чем 5000 человек и вот у меня интересный тогда вопрос возникает вы говорите что чисто математически а в кооперативе наступит момент когда будут последние то есть кто будет ждать квартиру до годами а разве в жнк который напомню действует по законодательству под контролем цб не то же самое предположим есть какой-то кооператив в котором 5000 человек вот кто последние зашли они сколько будут ждать на вы смотрите по жнк в частности да чтобы было сравнение жнк имеет право привлекать инвестиции то есть привлекать кредиты на и сам по себе зарабатывать на деньгах пайщиков то есть это тоже законом предусмотрено что у них и 10 процента да то есть пайщики не беспроцентно оплачивают рассрочку есть индивидуальные какие-то предложения но это там от застройщика в большей степени классический жнк чаще всего он процентный то есть на на чем они собственно тоже ускоряют процесс очереди до чтобы эти деньги пошли обратно в оборот и уже эти деньгами покупать также квартиры уже как инвестиции фактически до по процентам и другой момент что чаще всего крупные жнк по крайней которые мне тоже попадались на сравнении я живу в городе казань у нас здесь есть крупные застройщики у которой сами от своего ну скажем у вас своего там холдинга до открывали несколько жнк в частности есть компания унистрой у нас известная по татарстану самый крупный застройщик у них свои были жнк и как раз таки они получаются как и заинтересованное лицо да то есть застройщик продвигались через кооператив конечно там было дешевле покупать вот но там тоже примерно такая же схема как с бествейн то есть там нужны были на входе большие деньги да чем для ипотеки то есть ипотеку можно взять там с 10 процентов до правоначального взноса вот условно а там тоже нужен был больше первоначальный взнос и второй момент что они сами инвестировали деньги то есть они ускоряли очередь своими деньгами чтобы как раз таки потом быстрее дома сдавались быстрее люди заезжали и соответственно быстрее получали свои квартиры то есть там фактически была инвестиционная составляющая стороны самого застройщика и очередь конечно но практически не стояла она двигалась очень быстро и это первое как бы что ну вот отличает эту систему поэтому они стоят контролю по центральную банку потому что здесь по сути ведется и кредитная деятельность и инвестиционная деятельность том числе и поэтому вот такая система уже к этого не было возможно роман василенко рассчитывал что как компания гермес будет вот такой вот инвестиционной деятельностью но понятное дело поскольку это находится вне юрисдикции россии без контроля центробанка тут это уже другая история ну да просто я тоже эти истории слышал своих друзей как они платили радостно свои ипотеки в том числе которые брали только вну почему потому что кто-то заезжал в частные дома до которые невозможно было через пока быстрее приобретать или жека тогда но они при этом все деньги которые вкладывали на ресту с них закрывали свои ипотеки и автокредиты также потом всем известная схема покупки автомобиля раз три года то есть вот это тоже они не все так красочно красиво предлагали все это сделать вот но опять же как бы ну вот наверное через этот инструмент это все вот не выглядело настолько фантастически настолько все как бы красиво и дух захватывал что уж неужели я нашел там вот тот самый вот все там граиль все на котором можно всю жизнь зарабатывать деньги ничего не делая вот но как оказалось ну вот как говорится буратино все все остались как как буратино до который день если закопали и все поэтому здесь ну мне кажется ну просто изначально надо было холодную голову включать что я сделал свое время и 0 на эмоции не попадаться потому что все чисто на эмоциях все происходило люди друг другу из уста все это красиво сказки все красиво рассказывали как он директора живут шикует как нам сайников у нас здесь то стане живут живет как супер красочно там и так далее вот с ним были прямо не знаю там чуть у них там какие-то прям были ну там не знаю там это мой там не знакомер вот я хочу как он там вот это все и это просто вот все это чисто эмоции вот и на этих эмоциях люди забывали думать забывали включает мозги хорошо спасибо подниму ну давайте начать как сформулировать то есть вот вадим со своей точки зрения с высоты своего образования проанализировав работу пока сначала вернее как же к потом стала пока да то есть он решил что это не соответствует законодательству и этой точке придерживался на протяжении лет несмотря на все как бы убеждения его там знакомых которые пытались его привлечь вот но с другой стороны есть люди немало людей которые собственно решили зайти в кооператив и сколько 20 тысяч пайщиков из них несколько тысяч получили квартиры да абсолютно верно я довольный пайщик кооператива best way я купила благодаря этому кооперативу квартиру да она сейчас находится действительно на балансе кооператива я это прекрасно понимаю так прописано в законе я вас выплачиваю пай за эту квартиру я довольный абсолютно пайщик благодарный пайщик меня все в этой как бы организации устраивает и я об этом не стесняюсь говорить и да я на youtube канале об этом говорю и я об этом говорю в принципе любым людям которые со мной разговаривают я просто не приверженец отвечать каких-либо других чатах я в основном зритель скажем так потому что как правило все вся дискуссия уходит в поливание помоями и как бы это не конструктивный диалог поэтому я просто читаю но я не на это не реагирую и раз уж я здесь как бы я ответила вот у меня вопросов кооператива нет я благодарю за то что у меня есть крыша над головой спасибо огромное и ипотеку я не могла взять потому что я была в декрете на тот момент те люди которые смотрят мой youtube канал они это знают прекрасно что мне ипотеку просто не давали как маме в декрете вот и соответственно для меня кооператив это была единственная возможность приобрести жилье благодаря этой возможности собственно говоря наша маленькая мечта сбылась поэтому я никаких вопросов не имею и везде об этом говорю спасибо кооператива bestway за порядочность за то что квартира куплена и обязанности все выполнены передо мной в полном объеме спасибо спасибо вадим вот вопрос такой в чате задали если кооператив будет закрыт по решению органов или суда то каким образом и главное как долго это будет происходить люди которые написали заявление в органы соответственно считают что кооператив нарушал закон и должен быть закрыт как скоро они смогут получить свои деньги может ли быть закрыта некоммерческая организация через процедуру банкротства будут ли пройдены все квартиры кооператива и будут ли выселены из них люди добросовестные покупатели то есть которые вовремя делали все необходимые взносы вот вопрос как бы в целом он очень объемные то есть на него коротко тяжело будет ответить вот но и надо оценивать текущую юридическую практику по вопросу именно банкротства кооперативов самый известный из последних да это же катриумф который был вот у нас здесь в татарстане организован то есть можно примерно по нему представить картину как это все происходило по их делу ну и соответственно наверное на какая-то часть событий будет происходить если пойдет по банкротству жк выстрой то наверное часть событий тоже быть похожих то есть я как мысли ну то есть условно да то есть если будет формироваться конкурс на масса будет определяться лиц или круг лиц которые претендуют на эту денежную сумму да как пострадавшие условно если они не получили квартиру вот если есть квартиры у которых людей куплены я вижу так что если ну человек продолжает не жить ее хочет продолжать не жить то есть надо вынести остаток за эту квартиру чтобы эти же деньги пошли потом на распределение тем кто эти квартиры не получил то есть Влогика такая, чтобы, грубо говоря, все максимально получили деньги, которые либо вкладывали, либо в каком-то виде эквивалента от имущества они должны были на руки получить, если в случае, если не хотят выйти. То есть, опять же, квартира будет продаваться, часть денег пойдет на погашение, часть, возможно, пойдет уже на распределение остальным участникам, соответственно, кто также стоит в реестре кредиторов. Ну, то есть, эта процедура будет очень долго, я уверен, то есть, там не один год длятся такие процессы, тем более, когда очень много людей, очень много объектов недвижимости, это все продается через торги определенные, естественно, это тоже этапность определенная, и она очень долгая чаще всего. То есть, у меня, например, те процедуры, которые с торгами проходят, они всегда в среднем на год дольше, чем стандартные процедуры банкротства, которые там, ну, обычные, там, простые, без имущества. Вот, поэтому я вижу примерно так. То есть, я правильно понимаю, да, Татьяна Богданова, я правильно понимаю, что те люди, которые сейчас написали заявление, якобы, что они потерпевшие, им ждать очень много лет придется в худшем раскладе свои денежные средства, да, или я ошибаюсь? Ну, все верно, Татьяна. У органов правоохранительных, если будет процедура банкротства, арбитражного направляющего, никто не будет спонсировать за свой счет выплаты потерпевшим, то есть, это всегда идет судебный процесс. В любом случае, по окончанию решает суд, кому выплачивать, сколько выплачивать, кто какой пропорции будет деньги получать. Понятное дело, что это долго, и никто не говорит, что что-то может быть здесь очень быстро. Другой вопрос, как многие говорят, и вы в том числе, я тоже слышал, что дайте работу кооперативу, он дальше будет работать, выполнять свои обязательства. Но с точки зрения закона, и я уверен, и этот, ну, как бы уже у определенного круга лиц, вопросы такие не стоят даже, чтобы продолжить работу. То есть, либо меняйте закон, либо, извините, но кооператив не может в том виде, в котором он сейчас существует, дальше работать. Извините, если к этому все пришло, но поищики не виноваты, это 100%. Мы виноваты кто-то, кто это все организовал. Хорошо, коллеги, я думаю, на сегодня достаточно. Вадиму спасибо, что поделился информацией, и, возможно, на следующих созвонах тоже, если вы подключитесь, будет здорово. Возможно, подключатся те люди, которых сегодня не было. И всем спасибо, будем ждать дальнейших новостей. Global Star Club. Возможности безграничны.